Четвертая глава Саната Нагасвами посвящает Господа в Пуре. Продолжаем со 129 текста. 107, не садеватый текст. 107, не садеватый текст. 107, не садеватый текст. 117, не садеватый текст. 117, не садеватый текст. 118, не садеватый текст. 118, не садеватый текст. 119, не садеватый текст. 119, не садеватый текст. иногда ходил под себя, иногда люди плевали на него, он думал, нет, какая разница, что это, люди предусначения, плевок неприятно, они думают, а букет роз приятно, но его испражнения пахли розами, поскольку он был самосознавший себя душой, он был чист изнутри, внешне, чисто, не чисто, не касались его ни то ни другое. Такие великие, очень удивительные примеры. Я слышал, что ему на чаре однажды утром сходил в туалет и начал чистить зубы. И так он простоял до вечера с этой палочкой, и когда кто-то из предок заметил, сказал, почему ты до сих пор стоишь с палочкой в зубах и чистишь зубы, ты здесь с утра? Он говорит, я не знаю, я больше не вижу времени суток, мне все равно, сейчас утро или вечер, кто-то вошел в мое сердце. И теперь, что бы ни делал, думаю только о нем, поэтому прощайте мое мовение, чистку зубов, чистые, нечистые обряды, поклонения, все это больше не нужно мне. Это такие великие примеры описываются также в Бхагабадгите, что ученый, смиренный мудрец так видит мир слона, ученого брамана, собаку, собакоеда на одном уровне. Самая Даршина, самая Даршина, нет разницы, не видит. Здесь то же самое говорит, Господь читает, он процитировал этот стих из Бхагабадгиты, он поясняет свое отношение к Санатани Гасвами и Харидас Токуру, почему он стал их восхвалять, они были очень озабочены этим, беспокоены, почему Господь восхваляет нас, как чужих, прославляет, как посторонних. Джагадананду он ругает, значит, что есть близкие отношения, наверное, у нас нет преданности, нет Бхакти, так к нам формально относятся. Господь читает, он рассказывает, что на самом деле в его сердце, он говорит, что любовь, она просто по-разному проявляется. Это очень интересный момент. Кто-то может сказать, я не чувствую, что Господь любит меня, вот мы читаем, там действительно кого-то он любит, говорит об этом, но если бы меня любил бы, он бы до меня, меня давно бы уже освободил, наверное, выполнил бы все мои желания и просьбы, но он любит по-разному. Его любовь выше наших представлений, его любовь преследует для нас высшее благо, не просто удовлетворение наших желаний. Он об этом также в Гите говорит, оставь все это, все к чему ты привязан, благородному или благородному, религия это или что-то еще, какие-то обязанности и страхи о своих грехах и балансе в этом мире. «Оставь все это, просто предайся мне, я тебя уже люблю». Ради этого он создает материальное творение, чтобы оживилось и чтобы предалось ему просто Богу. Это исходит из его любви, но это другая какая-то любовь. Это такая сильная любовь, что Господь нас иногда толкает в ад из-за наших грехов, лишь бы только вернуть обратно. Удивительно, что… Это очень таинственная вещь. И как же Господь любит живое существо при всех обстоятельствах? Он же не различает в каком он сейчас теле, греховным или добродетельным. Он же говорит об этом. Он не различает эти вещи, он видит душу. Он на самом деле любит, но что это за любовь? Это такая великая любовь. Это не просто удовлетворение желания какого-то комка плоти. Он говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Не об этом речь пойдет. Не об этом будет разговор, что ты чувствуешь, к чему ты привязан, что ты ненавидишь в этом мире. Не об этом речь пойдет сейчас. Сейчас я тебе расскажу сокровенные вещи, очень таинственные вещи, как другу, который меня не завидует. Я расскажу только тебе и покажу то, что до тебя никто никогда не видел. И в какой степени человек предается, Кришне в такой степени его вознаграждает, но он желает нам высшей награды каждому. В этом можно не сомневаться. Господь безупречен. Он чудо. Он никому не питает неприязни, вражды или страсти. Но если преданный полностью зависит от него, он берет на себя заботы полностью о нем сам. Комментарий. Обязанность саньяси человека, отрекшегося от мира, быть всегда невозмутимым и беспристрастным. Это также входит в обязанности любого ученого человека или ващнава саньяси, ученый человек и ващнав. Они обладают этим знанием. Это значит ученый человек тоже. Три категории. Ващнав, саньяси или ученый человек не воспринимает материальный мир серьезно. Материалисты очень серьезно относятся к материальным событиям. Ващнав не относятся к этому серьезному, а к переходящим событиям. Если мы посмотрим в прошлое историю человечества, она вся отвергнута сегодня. Это пройденный этап, к нему никто не будет возвращаться. Она вся отвергнута. С этой точки зрения все это было несерьезно. Это лишь было этапом каким-то в развитии, но сегодня мы превзошли все, все предыдущие эпохи. В наших технологиях мы летаем в космос, мы создаем новый свой виртуальный мир и будем жить. Мы превзошли все поколения предыдущего. Это серьезно не говорят. Увидите, что будет через 20 лет. Многие из вас увидят, что будет через 20-30 лет. Все поймут, это было не серьезно. Я помню, что в мою бытность химия прославлялась как наука будущего. Мы можем создавать при помощи химии что угодно. Можно теперь комбинировать все эти молекулы атома, как надо заблагорассудиться и создавать все, что угодно при помощи химии. Это наука будущего. Можно создать все. Что фантасты писали такие рассказы, что из воды будем создавать любые вещи, любые предметы, деньги, пищу, что угодно, просто из воды. При помощи химии. Все это не серьезно. При помощи химии все это не имеет ценности. Мне нужно было к этому слишком серьезно относиться. И когда Прабхупада посетил Лувру, он сказал, что-то сказал об этом в искусстве, но потом добавил, что они слишком серьезно к этому относятся. Это тоже временные проявления. Временные проявления счастья, несчастья, Кришна говорит, и чередуется, как зима и лето, кто серьезно относится к этому? Кто серьезно переживает, что лето кончилось? Ну, конечно, певцы поют об этом, что лето кончилось. Наступила осень, любовь ушла. Было счастье близко, было около. Да его что? Не помню дальше. Не сумела я и в общем... Что вы до сих пор поете? Это не серьезно все. Ну, что серьезно? Кришна говорит, титикшасва бхарата. Просто терпи это. Не придавая особого значения ни тому, ни другому, ни счастью, ни горю. Но это наука. Говорят, ученый человек может так видеть. Просто человек не обученный не может. Кто же такой ученый человек? Кто же такой Вайшнав, Саньяси? Тут один корень знания. Контроль чувств. Тот, кто контролирует чувства, тот ученый человек. Тот, кто может стать Вайшнавом, это Саньяси. Он может управлять чувствами. И вот он может обладать такой квалификацией. И иметь огромное терпение. Почему? Потому что это не серьезно. Кто-то вас сегодня критикует, это не серьезно. Кто-то вас прославляет, также не серьезно. Но оно кажется, это серьезно. Но вот на этот раз это очень серьезно. Раньше было не очень серьезно, но вот сегодня это уже серьезно. Пора отреагировать на это. Это Майя называется. Майя нас спровоцирует отреагировать на это. И как же нужно реагировать на какие-то события с позиции служения дхармы долго? Это делает Вайшнав, это делает Саньяси. Вот так, делает так же, ученый человек поступает. Что же входит в мои обязанности? Арджуна, конечно же, вступит в сражение. Это серьезно. Почему? Потому что это дхарма. От того хочет Кришна. Это санатана дхарма. Это принцип служения Кришне. Это вечный принцип. При всех обстоятельствах, в хорошем или плохом, если есть возможность служить Кришне, мы это принимаем. Без привязанности и неприязни. Если нам придется делать что-то грязное в служении Кришне, мы не обратим на это внимание. Если мы будем находиться в каких-то очень шикарных, чистых условиях, райских, для служения Кришне, мы тоже на это внимание не обратим. Никто, ни другое не имеют отношения ко мне. Это имеют отношения только к Кришне. А если Кришна к этому имеют отношения, то уже больше не чистое и не грязное, это духовное. Мы можем из глины слепить божество и поклоняться ему. И там будет Кришна. Может, это из металла или из дерева. Можно просто нарисовать или в уме вообразить. Если есть достаточно ментальной силы, чистоты, можно создать божество внутри себя. Так же. Это серьезно. Почему серьезно? Потому что проникает в сердце. Если проникает в сердце, то разве важно сейчас, утро или вечер, зима или лето? Разве важно, что в этом мире есть друзья и враги? Это материальный мир. Он всегда такой. Нужно ли это всерьез воспринимать? Разве нужно всерьез воспринимать, что в больнице все больные? Так и должно быть. Даже больницы. Никто же не волнущается. Что вы тут столько больных содержите? Нет ни одного нормального здорового человека вообще. Но вот такова больница, такое предназначение. Материальный мир тоже имеет свое предназначение. И мы можем понять, что же тут серьезно. Серьезно выйти из-под влияния материальной природы, от этой двойственности. Находясь в материальном мире, человек может быть не подвержен его влиянию. И так здесь идет речь об ученых людях, вайшнавах, в саньясе. Иными словами, он не придает значения ничему материальному. Он не испытывает желание использовать сандаловую пасту для своего удовольствия. Подобно этому, чувственные потребности не заставляют его испытывать отвращение к грязи. Саньяси, вайшнав или просто ученый человек не испытывает приязни или неприязни ни к чему материальному. Настоящий преданный не имеет желания наслаждаться одним и отвергать другое. Единственная его обязанность принимать все, что помогает развивать сознание Кришны. Вайшнаву следует быть безразличным к материальным наслаждениям и отречению от мира и всегда стремиться к духовной жизни в служении Богу. Это то, о чем Кришна также будет поговорить о Арджуне, когда тот хочет оставить свои обязанности, как бы отречься от них. Но совершенство отречения в другом Кришне будет. Не в отказе от обязанностей, а в служении мне, занимаясь своей биржой. Таким образом, что же такое настоящее отречение? Это преданное служение. Занять свой ум, тело, чувства. Это и есть контроль чувств. Это означает, что человек обучен, образован, ученый. И такой человек очень терпелив. Терпение — это самое важное качество получается. Может терпеть что угодно и сколько угодно. Это делает его сверхмогущественным в этом мире. Что выживает только терпеливый человек. Достигает цели только терпеливый человек. Если кто-то не может терпеть, он ничего не достигнет. Когда Вишамитра Амуни медитировал, чтобы стать таким ученым человеком, чтобы опоздать свои чувства, он последовал в асиште, погрузился в медитационную йогу, он не сразу развил терпение. Но это ушло много тысяч лет. Медитации. И время от времени он терял терпение и спрашивал медитацию. Гуру Джи! Я уже джитендрия или нет? Я уже опоздал свои чувства или нет? Я не понимаю. И он слышал голос внутри в асиште. Нет, продолжает, продолжает, продолжает. О, Боже мой, ой, Боже мой, сколько ж можно. Если нам трудно преданное служение, значит наши чувства не под контролем. Не занято служением. Тяжкий труд называется это. Тяжкий труд соблюдать принципы. Каждое утро повторять 16 кругов. Где это взять? Вдохновение, настроение. Не всегда есть это. Это энтузиазм. Значит, еще наши чувства. Мы еще не джитендрия. Продолжаю, Васишечка говорит. Свою аскезу. Это для тебя пока аскеза. И еще на несколько тысяч лет тучаометры погружаются в медитацию. Ну что, теперь я джитендрия, гуру джель. Не пора ли мне принять саньясу? Нет, нет, нет. Не думай об этом. Продолжай. Пока ты об этом думаешь, нет терпения. Но все сроки вышли. Пора уже в напраску принять. Не так не принимается в напраску. Преданец занимается служением. Он настолько поглощен этим служением, что может удивиться. А почему люди мне почтение выражают? Почему что случилось? Он об этом не думает. Гуру джель. А почему люди мне почтение выражают? Что случилось? Ну, твои чувства стали более чистые. У тебя появляется качество, квалификация. Что теперь с этим делать? Беспокоиться. Раньше все было спокойно, нормально. Теперь я буду гордиться ходить. А ты не должен принимать на свой счет. Ты это тоже должен использовать в преданном служении. Это почтение не к тебе, на самом деле. Ты должен видеть, что все живые существа, а все люди, которые почитают тебя, они обладают тоже сознанием Кришны, они тоже душу. Через почтение ты увидишь их душу. Это Кришна себе подсказывает. Кришна учит тебя видеть должными глазами. Вот это джетендрия. Джетендрия, если здесь написано, я джетендрия, это не джетендрия. Нужно сразу написать, я мошенник. В скобках джетендрия. А ватхуте. Склонность к ватхуте есть почти у каждого человека векали. Не тебе надо, пришло как ватхуте. Это был настоящий ватхут. Однажды он сидел в доме Шевастокура, насколько я помню. Как всегда в экстазе. Он был непредсказуем. Нет, не в доме Шевастокура, в другом доме. Он сказал, пожалуйста, сделайте мне гирлянду и цветов Жасмина. Господь Читания так любит эту гирлянду. Принесите мне гирлянду Жасмина. Он напоминает присутствие Господа Читания. Казин сказал, не сезон Жасмина, это не цветка, нет в саду таких цветов. Ты просишь, но я не знаю, что делать, как выполнить твою просьбу. А ты сходи, посмотри, может ты что-то найдешь. А ну вот ху-то ему все равно, какой там сезон. Прощайте мне все правила, предписания, он говорит. Все мои мовения, чистка зубов. В мое сердце кто-то вошел, и я больше ни о чем думать не могу. Хозяин пошел, увидел, что его старый ремонт зацвел цветами Шасмина, весь покрылся. Сразу все набрал, сделал гирлянду, принес ему гирлянду. Ничего, а вот ху-то просто, ну как должен, это просто принял. Да, нормально, Господь Читания. Это вот ху-то. Если мы можем заставить лимон старый зацвести Жасмином, и так понятно будет, что вот ху-то не нужно объявлений. Для Господа, возможно, такие вещи в Читании, там же описываются, да, такие великие-великие души, которые овладели этой тайной, бхакти-йоги, для них нет никаких преград в преданном служении. Все, что не из любви хотят сделать Господу, Господь посылает им немедленно, потому что это обмен любовью вечной. Богатство нужны для служения? Бери. Что тебе нужно? Могущество, слава для преданного служения? Бери. Его преданные все очень прославленные были. У Господа Кришны были удивительные преданные. Были цари, были браманы, нищие, как Судама. И были Бахулашва, Ишутадева, Ишутадева тоже бедный браман, но Бахулашва царь. И был Ютыштира, великий император мира, великим преданным. И Господь их награждал любыми полномочиями для преданного служения. Разве мог бы я, Арджуна говорит, попасть в эту мишень, изрывы на своем варе? Я великий лучник, но это было невозможно ни для кого. И я это сделал с легкостью. Почему? Там был мой друг. Там был Кришна. Это он все устроил, без таких усилий. Я должен был смотреть в колышащиеся отражения колодца. А сверху было вращающееся колесо со спицами. И за этим вращающим колесом была мишень рыбы. И нужно было попасть ей в глаз с одного выстрела, глядя на колышащиеся отражения в воде, попасть между спицами на огромном расстоянии. Как же я это сделал? У меня была абсолютная уверенность. Я не колебался ни секунды, что Кришна смотрел на меня и улыбался, и благословлял. Я просто взял щук и все сказали. А я даже не удивился. Я сейчас удивляюсь. Я сейчас понимаю это. Как бы мог я вообще натянуть лук Гандиеву, лук Лубагов? Человек не может обречаться с этим оружием. Как я мог получить Пашупата Астру от Шивы? Как я мог попасть на райскую планету, к Индре? Как я мог пересечь все эти оболочки Вселенной и увидеть Маха-Вишну в океане Корана с мирядой Вселенных из ее упор? Это все мой друг. Это Кришна, который сейчас ушел с планеты. Сейчас я не могу лук натянуть. Нет никакого интереса к жизни. Кришна поддерживает для преданного служения все же другое. Но это преданное служение так могущественно, что преданное абсолютно равнодушен к золоту, гальке и грязи. Одинаково. Лишь бы Кришна был рядом. Кунти молит, дорогой Господь, лицом к лицу говорит, дорогой, посылай страдания. Так ты никогда не покидаешь нас. Как только приходят страдания, ты сразу рядом, ты помогаешь. А когда все хорошо, ты покидаешь, так посылай страдания. Что же это за любовь? Здесь Сына много с вами сомневается. Есть ли это любовь? Харьдаст думает об этом. Они же беспокоятся. Они хотят этой любви. Они же не привязаны к Господу считать. Они хотят убедиться в его чувствах, в его отношениях. Это такая удивительная взаимность. Господь считает здесь признается в любви, но удивительным образом говорит это. Он говорит с ними, как с учеными. Ученые люди. Вашнавы. Саняси. Контролирующие чувства. По этой причине я не могу тебя отвергнуть. Если бы я испытывал к тебе отвращение, я нарушил бы свои обеты. Иногда мы чувствуем, но из знания поступаем наперекор чувствам. Например, говорится, что Маха Прасад Господа Джиганатхи. Неважно, Маха Прасад Божественный. Не скверняется даже, не считается скверненным даже тогда, когда выпадает из пасти собаки. Можно взять и съесть. Но мы чувствуем отвращение. У нас также есть знания. Это Маха Прасад. И разум может победить. Кто-то может сказать, это Маха Прасад. Я все равно его съем. Даже сбытое отвращение. Кто-то может подумать, ганга, емуна, тут много мусора, грязи, но я знаю, из шастры, и мой гуру говорил, что ганга трансцендентна, чиста, и я преодолеваю это отвращение. И что же получаю? Какой результат? Трансцендентный. Я убеждаюсь. Действительно, не скверняется. Действительно, просветляет. Как удивительно. Как чувства меня могут обмануть. Поэтому, здесь другой момент. Можно видеть трансцендентное. Сознавать трансцендентное. И в этом случае нет разницы между приятным и неприятным. Таких понятий нет. В эти моменты стираются между ними различия. Все становится благоприятным для сознания. Как если у нас хорошая джапа, если мы читаем книги, вообще в этом мире есть только две реальности. Это святые имя и книги Пропадов. Вот это реальность. Вот сюда нужно погружать свою. Харидас сказал, дорогой Господь, сказанный тобой касается только внешней стороны вещей. Это неприемлемо для меня. Мой Господь, мы падшие. Но ты очень милостив падшим. Это твое неизменное качество. Только потому ты принял нас. все в мире знают об этом. Господь читал и сказал, послушайте, Харидас и Санатана. Я говорю сущую правду о моей привязанности к вам. Тут Эльдас говорит, на самом деле причина в том, что ты так милостив к нам, такие вещи про нас говоришь. мы падшие. А ты пати топавана, вот ты о нас заботишься. На самом деле вот в чем причина. Ты сострадаешь просто. Но, может быть, я не очень хочу сострадания, я хочу любви. Может быть, я хочу чего-то большего. Здесь те предные, они хотят большего, и Господь Читания пытается убедить. То есть идет разговор, идет некий такой спор, некая такая борьба за любовь. Иногда гопи тоже сердится на Кришну. ну какого сорта ты любовник? Есть разные типы. Объясни, ты какому типу принадлежишь любовников? Он же любящий, ну да, но ты странно любишь. Ты очень ранишь наши чувства часто. Ты поступаешь странно, Кришна. Ведь ты же нас привязываешь к себе по-настоящему. Но мы простые женщины. Мы привязываемся. Мы так привязываемся, что мы забываем о своих семьях, о своих обязанностях, о своей чести. А потом ты бросаешь нас. Это что за любовь? Объясни нам. И Кришна тоже им находят аргументы, идет целая беседа, доказывает. Она раскрывает таинственную сторону его природы, его особой природы, божественной природы. Что насчитаю вас своими маленькими детьми, находящимися под моей опекой. Опекун никогда не принимает всерьез недостатки опекаемых. Если вы становитесь наставником для кого-то, Шикшагуру или как-то еще, это сказано также про этих преданных, они не обращают внимания на недостатки подопечных. Если кто-то родитель знает об этом, что вы не обращаете слишком внимания на недостатки своего ребенка, но готовы всегда увидеть его успехи. Вы всегда хвалите его перед другими. Другие будут критиковать и говорить нет, нет, ребенок хороший. Заботливый отец никогда не принимает всерьез недостатки своего ребенка. Даже если у сына есть какие-то недостатки, отец не обращает на них внимания. Я всегда считаю себя недостойным почтения, но из любви к вам всегда считаю вас своими маленькими детьми. Они почитают его, его преданные, почитают Господа читания. Редас, Санатана, великие преданные. Какое почтение глубокое они имеют в сердце Господа читания. Но Господь читания говорит, я не чувствую себя достойным этого почтения. но почему я все-таки принимаю это, что вижу вас своих маленьких детей. Когда ребенок мочится и испражняется на свою мать, она не испытывает отвращения. Бытовой нормальный пример, видите, факт. Напротив, ей доставляет большое удовольствие убирать за ним. Мы тоже тут свинячьим немало в сознании Кришны. А что он говорит, а мне нравится убирать потом все эти вещи. Удивительная любовь. Ну как это описать, как это еще описать, если кто-то из царей говорит Кришне, вообще-то мы наглые кшатри, мы высокомерные, брятцем оружием, тут гордимся, завоевываем царство, столько совершаем своевольных поступков, и нас бы в ад отправить за эти все прегрешения, а ты нас награждаешь. Тебе нравится. Тебе все нравится в преданном. Он говорит, не в гите, Арджуне, если мой преданный совершит что-то очень дурное, он садху, он святой у меня. Но как же святой Кришна, он тут свинячит. Моя натурная привычка, и характер, он тут мало ли что творит всякие вещи. Он садху, Кришна. Это мой преданный, не оскорбляйте его. Это мой ребенок. Я отвечаю за него. Я защищаю его лично, ахамтвам, сарапапепью. Я это сказал Арджуне. Арджуна пролазил всем, я никогда не нарушу эту клятву. Удивительная вещь. Оглядываясь назад, с вами мы посмотрим, через какое-то время, мы оглянемся назад, как же мы прожили в сознании Кришны. И выяснится, что мы совершили все ошибки, которые в шастрах предписаны. Мы то думаем, что мы совершаем все преданное служение, но при этом мы совершаем все абсолютные ошибки, которые я помню, как Малакишин дал лекцию очень интересную про себя. Он сделал семинар тогда, великолепный семинар, назывался «Шесть ересей иском». С чего он начал, знаете, он сказал, почему этот семинар создал? Потому что я и был причиной всех этих шести ересей иском. Преданные были очень благодарны ему за это. А Кришна сказал, он садху, он садху, он предный правопадный. Это удивительно, это удивительно. Разве можем еще совершить что-то трансцендентное сразу, мы все будем смешивать нас с материей, с эгоизмом, с нашим характером, с нашими материальными желаниями, с нашими амбициями, чего только нет нас. А Кришна это внимание не обращает, он принимает наше служение, ест прасаду, возвращает нам трансцендентное, награждает каждого, каждый день прасаду, каждый божий день. мочая кал ребенка для его матери все равно, что сандаловая паста. Я не уверен, что для мужчины так, но женщины скажут, так это нет. Я видел одну картину где-то, как женщина на вокзале развернула ребенка, который там испачкался, и у нее не было под рукой воды, чтобы помыть его. Я думал, что же она будет делать? Это было до осознания Кришны. Но у нее на лице была такая любовь, такая забота, она готова была все сделать, лишь бы только помыть его. Вот эта решимость, вот эта заняться у нее была. Я взяла какую-то пеленку чистую и делала так. Она съедала эти сопраждения, чтобы просто помыть его. Но она помыла его до чистой, все, все, все вычистила, все вычистила. Она говорит, это сандаловая поставила. Нектар. Для матери все, что угодно готова сделать. Ну, я не знаю, матери разные бывают в Калиюгу, но такие примеры тоже есть. Харидас Токур сказал, мой Господин, ты Верховный Господь, и ты очень добрый к нам. Никто не в силах понять, что происходит в твоем бездонном сердце. Вот такой вот крик. Да, твое сердце бездонно. Мы не можем понять тебя. Нам кажется одно, на самом деле, ты раскрылся совершенно по-другому. Что же в итоге? А мы к тебе еще больше привязались. мы еще сильнее хотим общаться с тобой. Мы хотим еще раз подтвердить, что твои вечные слуги. Это Кришна. Это также общение с Вашнамами, так же. Они очень милостивые. Эта милость дает нам силы и решимость предаться за одну секунду и сказать все, я останусь здесь навсегда. Мы когда-то сказали, и теперь это нужно поддерживать, не потерять, ценить, помнить, читать, повторять, беречь, взращивать аккуратно, осторожно, избегая аппарат. Это яд, настоящий яд. Ты обнял прокаженного суда его, чье тело кишело червями. Ты так милостив, что, невзирая на его болезнь, заключил его свои объятия. Мы сегодня читали на GBC. Это была санга не только GBC, там также были саньяси, гуру, которые нет GBC, такая общая санга была, обсуждали важные духовные темы, и что оказывается очень важным на сегодняшний день, дорогие предны. Это чтение книг правопады. Нас заставили подумать там, что произойдет, если мы не будем читать книги правопады с нашим движением через 10, 15, 20 лет. и когда мы это проработали, мы ужаснулись, что произойдет, все будет разрушено. Если мы не будем операцией читать книги правопады, будут последствия ужасны. Теперь все старшие думают, как эту программу интересно предложить ващнавам, чтобы вовлечь в чтение книги правопады. из чего начали, мы там читали полчаса книги правопады. Кто-то сказал, мы в Майпуе давайте читаем чьи там или то открыли какую-то там нашли. И наши великие учителя читали по очереди стих, комментарии, полчаса без своих комментариев. На экран выбили тексты, мы также смотрели в эти фоны свои. Это был нектар. Это было потрясающе. Ни слова никто не добавил. Читал Рамай Махарадж, читал Раданат Махарадж, читал Бхакти Чару Махарадж. Кто-то еще читал? Ниран же с вами читал. Удивительная трансформация произошла. Даже если мы старше преданное, у нас все равно есть свое индивидуальное свое какое-то мнение относительно трансцендентное даже Ачари могут иметь разные мнения. Но когда мы стали читать книги Парупады это все ушло. Мы стали такой семьей. Все были такие счастливые потом. Все изменилось. Как удивительно. Я думаю это правда, что книги Парупады для нас это единственная реальность после Джапы. Более того, больше скажу, что и к Джапе человек придет через книги Парупады, через проповедь. Это самое важное. Почему он все-таки так трудился, так трудился, чтобы эти книги прокомментировать в свои преклонные годы, в напряженном графике, по ночам, по ночам, в нем некогда почему он так трудился, ради чего? Ради славы, ради денег? Нет. Мы знаем, кто Парупады. Но это спасет многих людей. Вот это знание необходимо. Не будет другой альтернативы. Эти книги будут на 10 тысяч лет вперед. Но еще одна вещь могу сказать, что не сразу приходит понимание ценности книг. Иногда приходит, иногда что-то становится привычным. Но одну вещь могу посоветовать. мы будем читать книги Парупады, если мы сможем применять на практике то, что мы читаем. Мы будем стремиться сами читать эти книги. Например, если я проповедую, как же не буду читать книги Парупады? Сколько знаю, кто-то знает, что у него сегодня лекция, утренний класс с Бхагаватом, он волнуется, он конспектирует, он прослушает, он читает, он переворачивает кучу литературы. На одну лекцию он старается сознание Кришны. Это чистая вода сознания Кришны. Также в этих книгах есть политология, есть экономика, есть культура, искусство, есть йога и все ценности. Как бы мы путь ни выбрали, это руководство для нас будет. Читайте, чтобы применить, читайте, чтобы применить, ищите в свою жизнь эти наставления, пытайте, и увидите, как это потрясающе работает безупречно. Это успех всегда. Это какая-то просто милость, огромная награда, что эти книги оставлены. Прокаженного Васудеву как раз мы читали в момент, который пришел, он был в Курмакшетре, где было Господь Читания, а Господь Читания потом покинул Курмакшетру, дав наставление Брама на Курме. А Васудева Дата он был Браманом прокаженным, тело уже разлагалось в то время, но он был трансцендентным, он был самодаршина, был Саняси ученым, и эти червячки, которые роились его в гнойных ранах, уже выпадали на землю, он их поднимал ково обратно, таким был Васудеву Дата. услышав о Господе Читании, он пошел увидеть его, а Господь Читания ушел к тому времени, взмолился, просто взмолился Всевышнего, как же не увидел Господа Читания. Господь Читания уже уходил, этот зов услышал в сердце, развернулся и вернулся обратно. И как только увидел этого прокаженного, с гниющими ранами, сразу обнял его, как с Анатом Иосифами. Вообще не увидел этих язв, этих ран, этого гной, этой проказы. Он услышал зов, это любовь к Господу Божьему, зов, и все он забывает. Он его обнял, и в ту же секунду коснулся его, проказа вся прошла тут же, и более того, он стал очень красивый, к великой радости, говорится, и он стал еще очень красивым в Судареводат. И он сказал, теперь мне страшно, как только ты уйдешь, ведь я же возгоржусь этой красотой. Когда я был прокаженный, все было нормально. Вот что он сказал. Я был в нормальном сознании Кришны, но теперь, когда я стал красивый и здоровый, я очень боюсь, что я буду себя отождествлять с этим красивым, здоровым телом, и снова возгоршусь. Что делать? Защити меня. Я не хочу падать. И Господь, что я сказал, важную вещь, послушайте внимательно, защитить любого человека. Если ты будешь воспевать Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Рама, ты не возгордишься. Чуть-чуть возгордишься. Ненадолго. Кто-то повторит Матру, он долго не может гордиться, оставаться в обществе, Ваше, но если мы на самом деле внимательно повторяем Джапу, на самом деле стараемся улучшить Джапу, Господь читает, и говорит, ты не возгордишься. Однако мы предаемся Кришне. Джапа это процесс предания Кришне. И хорошо повторять большое количество, потому что наша Джапа несовершенна, и большое количество может помочь нам улучшить Джапу при помощи самого количества. Поэтому 16 кругов минимум, можно больше. Обняв его, ты сделал его тело таким же прекрасным, как тело Бога любви, поистине непостижимы волны твоей милости. В сочетании Махапрабу сказал, тело преданного никогда не бывает материальным. Оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства. Далее. В сочетании Махапрабу убеждал здесь, убеждая здесь Харидас Токура и Санатану Госвами, в том, что на преданного, который посвятил свою жизнь служению Господу, не распространяются материальные представления. Благодаря тому, что он непрерывно служит Господу, его тело трансцендентно и исполнено духовного блаженства. Никогда не следует считать его тело материальным, подобно тому, как никогда не следует считать тело Божества в храме, каменным или деревянным. Божество — это Сам Верховный Господь. В этом не может быть никаких сомнений. Поэтому в Падмапуране говорится «Арче Вишнау Шиладхир Гуршу Нар Нараматир Вайшнаве Джатти Будхи Ястява Нарака Наракиса Тот Тот, Тот, кто считает Божество, которому поклоняются в храме камнем или куском дерева, кто считает духовного учителя обычным человеком, и кто думает, что тело Вайшнава полностью посвятившего себя служению Господу подвластно гуна материальной природы, живет в аду». Тут мы остаемся на этом страшном моменте. Какие будут вопросы, пожалуйста. скажите, может ли Джива, не разлившая в себе качеств, не очистившая сердце и не вспомнившая в момент смерти Господа попасть в духовный мир по милости? Гурум Хараджи, либо Шилпрухпады, Господа Читания Прабу. Если захочет, захочет, попадет. Милость уже есть, осталось только желание. Не может, но если захочет, попадет. Мы ничего не можем. Материальный мир – это такой слепой колодец, мы можем выбраться оттуда, мы не можем. Но если есть милость и желание, два фактора возможны. Милость – значит, веревка сверху кто-то должен забросить. И желание – это наша хватка мертвая. Не все, кто умирают в этом мире, уходят к Кришне, желают уйти Кришне имеется любовь. Не все. Кто-то хочет родиться снова, чтобы жить в каком-то обществе, в котором он хотел бы жить. Очень хорошее рождение. Как я слышал, жить варна-шама-дхарами кто-то хочет. Есть еще какие-то материальные желания, но они тоже имеют место быть. Тогда немножко откладываются в наш путь прямой. Но если у нас есть желание прямое, сильное желание, откладываются другие вещи. Мы можем быть косвенно в сознании Кришны или косвенно быть в материальном мире. Мы должны выбрать. в результате преданного служения Кришна обещает наделить нас разумом, который поможет прийти к Нему. Раскройте, пожалуйста, природу этого разума. Часто хочется пропустить этот пункт «Зачем разум?» Сразу Кришне, сразу прямо разуму. Для ума звучит слово разум, да, не звучит непривлекательно. Да, в Калиюгу эти все слова важные, скверненные все, душа, бог, разум, чувства, чувства, язык, желудок, гениталии. Вот это я понимаю. Говорите об этом, говорите. Говорите не устану слушать в акстазе. Разум. Все засыпают. Душа. Бог вообще никуда не годится. Вот совершенно запутанный человек. А если в Боге говорить, вообще не понять, о чем вы говорите, что вы имеете в виду, вообще. Кали-юга, бутан. Да там и бутфи-йогам, там вкус жизни может прийти от чувственного восприятия, ним и не спорю. Ну, приятно в лучах солнца утреннего, приятно. Завтрак горячий, с утра на голодный желудок очень приятно. В прохладном овене в Ганге, под солнцем приятно, хорошо. Ну, то есть чувство наслаждения тоже дают это ощущение, счастье некое. Но что такое разум настоящий? Разум, это и есть источник внутреннего вкуса. Это вкус. Именно разум. Прежде чем мы доберемся до души непосредственно, когда душа, она добро будет целовать, Боже мой. Мы должны сначала услышать вот этот нектар разума. Особо нектар. Это счастье, соединенное с знанием в садвагуне. И разум это может различать и выбирать, где знание, где невежество. Это уделенный вкус. И вот по этому вкусу мы идем к Кришне. Он говорит об этом, что если у нас есть низший вкус, чувственных удовольствий, нам трудно отказаться от него. Естественно, трудно, потому что это вкус. Но если мы испытываем более высокий вкус, нам легко отказаться от этого. Это исходит из разума. Не скучная вещь разума. Если мы читаем книги пропаганды, чувствуем вкус, это разум. Вот он разум. Мы же чувствуем и не воспринимаем это. Мы слушаем разумом. И что мы чувствуем? Экстаз. Но потом не хочется просто наслаждать свои чувства. Вот он разум. Чувства могут дать некоторый вкус. Ум может дать больше. А разум в сотни тысяч раз больше пропагает. А душа безгранична. Ананда, она связана с Богом. Вопрос. В контексте Сева Апарадхи выражать почтение кому-либо перед Божеством, при открытом алтаре и установленной в Божествах. Валяется ли Сева Апарадхи выражать почтение, сложив ладони в форме намастей или в виде кивка головой кому-либо алтарной после принесения всех дандаватов, шлиправупадей и Божеством? Не очень понял вопрос. Открытый алтарь и тут мы сомневаемся выражать ли почтение кому-то из ващнавов, старших, перед открытым алтарем. Не сомневайтесь. Как мне объяснили, я могу ошибаться, мы сейчас посоветуемся с старшими научными алтарами, как мне объяснили, это относится к тому, когда вы находитесь в алтаре, совершая пуджу. Там вы не обращаете внимания на того, кто пришел в алтарную комнату, кто из нее ушел. Вы непосредственно творите Божество, имеете право на это. Но если в алтарной комнате, мы всегда выражали почтение и кланялись друг к другу. Не было, никто нас не останавливал, не было такого. Я прав? Нет? Может быть, есть дополнения какие-то? Насколько я помню, духовному учителю своему надображать почтение в любой ситуации, при открытом, закрытом утре, много раз в день, каждый раз, когда мы его видим. Что касается других вайшнавов, если это, например, кто-то из духовного числа и саньяси, то мы можем поклониться один раз, но не при открытых божествах. А если мы просто выражаем почтение без поклона, без какой-то формальности, то это совершенно нормальное явление, то есть это можно делать в любых обстоятельствах. и если можно, то поясните, пожалуйста, читаем черепа матья, лила, глава 12, уборка храма гондича, стих 127, заканчивается комментарием. Урок этот заключался в том, что даже тот, кто занимает положение духовного учителя, не должны принимать поклоны или позволять омывать ему стопы перед божеством таков этикет. тогда, согласно этих комментариев, на ретритах и фестивалях при открытом алтаре встречая вас в алтарной ученику ничего не делать в виде дандаватов или других поклонов тот же вопрос, потому что есть ссылка на читание черепа мриту. Прабхупада принимал гуру пуджу себе в свой адрес при открытом алтаре здесь в Радамадове. Есть такие правила предписания, которые не являются может быть такими главенствующими правилами. есть, например, 64 правила из них выделяются более важные, потом более важные, там, скажем, какие-то самые важные, какая-то и своя иерархия этих наставлений. Но вот то, что сказал сейчас Махарад, что этому мы следуем, насколько я помню себя, мы всегда следуем этому правилу. Добавить больше ничего не могу. Что духовно челю мы кланялись всегда при всех обстоятельствах. например, это также обсуждалось одна из вещей здесь же в Радамадове когда-то есть в Шастрахе Каментаре Прабхупады правила нектара, если преданности почитать, там говорится, что нельзя сидеть спиной к божествам. Но когда идет класс Бхагава в храме там сидит кто как может и многим приходится сидеть именно спиной. И тогда это объясняло, помню, тамалкишны кто-то из старших вошиновых объяснял, что настолько важно слушающим адбхагатам, что можем пойти на компромисс, то есть пренебречь какими-то второстепенными правилами ради главных вещей. То есть такие тоже бывают моменты. Это все включается в наш вошиновский этикет и что же включается. Главное это наше чувство также. Как мы это чувствуем? Нужно развивать вот эти чувства наши тонкие. Потому что не всегда можно жестко всему следовать это место и обстоятельства. Если вы проповедник, вы тоже не всегда можете жестко чему-то следовать. Пропады пересек океан, что не очень хорошо для саняси. Использовал технику, общался с западными женщинами, давал им посвящения травмские и так же. То есть много было таких внешних нарушений правил, неких ведических правил, за что обвиняли духовные братья. Но ради высшего наставления он делал это. Это некоторые примеры. Вы говорите, что у Господа много имен. Ведь главное олицетворение в душе, в душе с ним. А могу ли я сама дать ему имя, как мы из любви называем детей для себя произносить? Но это уже вы должны лично с ним прояснить. Что касается женщин, они склонны. Особенно когда какие-то эмоции есть, они склонны что-то такое делать спонтанно. Они ближе к спонтанному служению, чем мужчины. Они говорят Кришна, когда люди говорят Кришночка. Часто слышат О, Кришночка. Всегда такие слова используют. Такого слова нет на санскрике Кришночка. Они говорят, как-то договариваются, не знаю. Я туда не вмешиваюсь, не знаю. Это личное дело такое с Богом. Однажды Прабхат сказал, что все имена принадлежат Кришне. Любое. Тебе как зовут? Поль. А что значит Поль? Маленький. Да, Кришна самый маленький. Это тоже его имя. Смотрю Махабхарату, как могу себя отгородить от дураков и шакуни. Возможно ли это? Они меня разрушают, не могу. устоять. Я тоже хотел убить Шакуни, убить Дуретхану. Думаю, я убью точно. Вот специально оражу грузим их там, где Махабхарата и убью. Захотелось стать пхимой, знаете, или кем-нибудь таким, стереть в порошок все это. Я понимаю ваши чувства. На вашей стороне полностью. вчера на лекции, когда вы отвечали на вопрос услышала такое выражение «не делать добрых дел понапрасну». Пожалуйста, объясните, как понять, что такое «не делать добрых дел понапрасну». доброе дело предназначено для достойной личности. «Не мечеть перед свиньями», говорится иногда. Бхага Вадгити, Кришна говорит по-другому об этом. Есть добродетель в страсти, в невежестве и сама по себе чистая добродетель. Добродетель в страсти и невежестве это добро мы делаем понапрасну. Мы вскармливаем добрыми словами или деньгами того, кто этого не достоин и способствуем скорейшей его деградации. Например, пожертвования в шатрах говорится нужно достойной личности. Не давайте мошенникам, не давайте людям, которые привязаны к интоксикациям, к незаконным иссекствам. Ни эти деньги используют неправильно, они будут деградировать. Давайте браману достойной личности. Дайте саньяси, кто проповедует, кто несет миссию. Поддерживайте этих людей. Добро направлено должно быть на главные вещи, на полезные вещи. Тогда никогда зло не одолеет того, кто творит добро. зло не сможет преобладать в этом мире. Но если мы помогаем людям недостойным деградировать, какой толк в этом допрепить? Как удовлетворить духовного учителя? Его ничем не удовлетворишь, похоже. Вечно недоволен. дает наставление, критикует своих учеников. Что не сделаешь, все равно премы нет. Так задача гуру такая, быть недовольным. И довольным одновременно. И то, и другое. Но праппаду спрашивали об этом много раз, и он по-разному отвечал, но чаще он говорил, когда вы поете Харе Кришна, я очень счастлив. Мне кажется, это лучший способ удовлетворить духовного учителя. Гурмаградж очень любит, когда ученики поют киртаны. Очень любит. Однажды он попросил меня спеть киртан, а я страшно стесняюсь спеть при старших. Гурмаградж, я не пою, не умею. Он сказал, все, пой. Я вел киртан, где-то в Москве это было, он вышел и там где-то общался с приятными и слушал киртана. Ему очень нравится в этой атмосфере находиться в киртане. Я выхожу, меня поблагодарил, был очень доволен. Также он доволен, когда кто-то заботится о бачнавах, он слышит об этом, он очень доволен становится. Если вы счастливы, он очень доволен. Если вы счастливы со слушать это совершенство жизни. В данный момент я нахожусь святой Дхами, а близкий мне человек находится в Украине. Он находится в очень тяжелом состоянии при смерти. Мысли о нем не позволяют погрузиться в слушание и воспевание. Как в этой ситуации можно помочь ему и остаться погруженным в слушание и воспевание? Конечно, сейчас важно слушать и воспевать о Кришне, если родственник сейчас в таком состоянии находится, потому что вашими молитвами будет лучше. Сейчас единственное, чем можем помочь, это молитва. Все материальные вещи сейчас ушли в сторону. Прошлое уже непригодное, ни для чего невозможно, если он при смерти. И остается последнее. Это молитва. Это ваша молитва от Вами, это что здесь можете молиться на своем близком человеке. Кришна в вашем сердце, Кришна в его сердце. Есть связь, есть ваше сострадание, есть любовь к нему. Это должно сработать. Какую эмоцию испытывала Васудавадада вода с червя с червяками, если средоточить. Сострадание. Если сострадание, то в чем здесь сострадание? Он думал, как я слышал, он думал, что эти живые существа, они же духовные, но они на своей эволюционной лестнице находятся. И они ничего дурного не делают. просто нашли свою пищу, благоприятную среду для размножения своей жизни и живут невинно. В чем они виноваты? Это тело, это пища. Тело мне не принадлежит. Это пища для кого-то. Кто-то съест это тело потом. Либо черви, либо собаки, либо пепел превратится и станет, уйдет в землю, растения. это чья-то пища всегда. Все, любое живое существо это чья-то пища в этом мире. И так после Девадата имел это сознание Кришны. Он думал, мое тело оно уже причиной так. Не буду причинять страдания никому. Причиной страдания. Пусть они живут здесь. Но не надо в этом думать. Не наш уровень. Не подражать этому конечно никому. Никто не должен так поступать. Васуд Девадата в прошлой жизни был в Кришновиле Судам Ави Пре. Это необычный человек. Такой человек может принести любые страдания, даже не заметив их. Не думайте, что он страдал. Нет, нет, это другой разговор совсем. Даже как Иисус Христос никогда не страдал на кресте Прабхупад сказал. Это необычные люди. Когда размышления над книгами Шилы Прабхупады являются измышлениями, а когда это Мананам. Просто читайте. Читайте, читайте, читайте. И ум войдет в это русло Мананам. Естественно. Измышление исходит от возбуждения ума. О, я же говорил, вот, я нашел это место. Это возбуждение ума. О, я был прав, вот, 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 вот. Читайте, читайте, читайте дальше. Не надо идти, возбуждение ума. А так вот, что главное, теперь я понял, читай Прабхупады, это вот, мы говорили, не то, сейчас я пойму, сейчас я знаю, что нужно. Читайте дальше, читайте дальше. Мы их не понимали, мы их не понимаем, мы их не поймем. Господа Шилу спросили однажды, кто знает Шимад Бхагаватам, посоветуй что-нибудь. Он говорит, Виасадева не знает. Шукадева может быть знает, может быть не знает. Я иногда знающим Адбхагаватам иногда не знаю. Ну, вот с чем мы связались. Я думаю, что просто читать, читать, в процессе находиться, постоянно в процессе, постоянно в движении. Измышление исходит от возбуждения ума. Это у нас страсти какая-то. Вы сказали, опекун никогда не принимает недостатки опекаемых, но всегда радуется их успехам. Как практически научиться радоваться успехам не только опекаемых, но и равных? что сделать, чтобы это состояние стало естественным для нас? Этому нужно учиться в социальном масштабе. Есть общество, которое культивирует зависть, культивирует жадность, культивирует похоть, стимулирует эти вещи. у нас другое общество. Пропасывалось скот, чтобы мы избавились от этих пороков вместе при помощи Санкиртана Яги совместными усилиями. Если мы попытаемся это сделать индивидуально, это будет труднее намного. Очень трудно индивидуально практиковать эти вещи. При этом мы не сможем так и понять, освободились мы уже или еще не освободились в одиночестве. Поэтому нужно это делать совместными усилиями. Как? Пропасывается, ты вот такой-то, такой-то даст, ученикам говорил, восхищаешься, при этом служении вот это, вот это даст. А он в свою очередь удивляется тому, что ты делаешь вот это в ашнавские отношения. Вот этому мы должны научиться. Но это не сентиментально, а на самом деле видеть причину. На самом деле видеть это достоинство. Это достоинство может быть настоящим, но оно может еще находиться в нечистой атмосфере, недостаточно чистом сознании и качестве человека. Но это достоинство. И Чанак и Паник говорит, вы можете достать золото, даже если оно в нечистом месте. Можете восхититься этому, удивиться, подчеркнуть это. Нужно учиться этому. Помните, как по инстанции Расвати, когда к нему пришли ученики, они жаловались на поведение одного из духовных братьев. Гуру Махарадж, он себя очень плохо ведет. На самом деле мы долго терпели, но мы теперь говорим об этом. Много поступков он совершил странных. И вот не стали перечислять, долго говорили, Байстан Расвати кивал головой, соглашался с всем, да, да, да. Вот он такой точно говорит. Я тоже, я много слышал об этом. У него есть такие плохие качества, плохой характер. И они убедили его, он сказал, ну знаете, у него есть одно хорошее качество, которое превосходит все недостатки. все поразились, что за качество, что же Гуру Маградж видит в нем. Вот мы перечислили все недостатки, но что-то можно хорошего найти в такой среде вообще. Сказал, нет, он поддерживает чистоту, а за этой чистоты он развивает все барманические качества. Он увидел, видите, он принял. Вот так нужно учиться видеть, что же в каждом из нас есть что-то хорошее, в каждом из нас есть что-то плохое, что будем стимулировать, что за общество у нас, что мы хотим получить. Стимулировать плохие качества друг к другу, указывая на недостатки, или стимулировать хорошие качества, удивляясь, как в прупаде пришли духовные братья во Вриндаване, его духовные братья, сказали, что тут творят твои ученики западные? Что сказал Пропад? Да они тут дерутся друг с другом. Посмотри, какие они, что они делают здесь вообще? Во Вриндаване. Кого ты сюда вообще привел? Пропад что сказал? Вы удивляетесь, что они дерутся, а я удивляюсь, что они мантру повторяют. И все сразу успокоились. Да, мантру не повторяют, точно. Раз мантру повторяют, должна чиститься, верно? Согласно Писанием должно быть так. Ну ладно, Харе Кришну, слава тебе. Нашли причину терпеть. Ради чего-то хорошего можем потерпеть, что-то, раз уж мы в процессе. у нас с мужем разные. Дикши гуру, какой приоритет для меня? Если иногда служение мужу и его духовному учителю пересекаются с моим служением, лекция, например, идет в это время, в это время лекция моего духовного учителя, а нужно служить духовному учителю мужа, что делать? Плакать в разлуке, плакать в разлуке, что еще с учителем? Такая моя судьба. Я больше никогда не услышу своего духовного учителя. Не вижу трагедии какой-то. Это так представлено очень драматично. Все равно что-то услышите. здесь же все равно сейчас находишься. Значит, как-то обмануло кого-то. Женщины настолько хитроумны, что на такие вопросы можно не отвечать. Они сами найдут выход. Я в этом убедился. Они все равно с его добьются. Невозможно, если женщина что-то хочет, практически невозможно. Мужчина не способен на это. какое-то лишь время ножит. Можете лошадь держать какое-то лишь время, верно же? Но малейшее ваше невнимание убежит куда-то ворвется. Если она чего-то хочет, нет такой силы. Не должно быть таких противоречий. Служение трансцендентное и то, и другое. Неважно, какой духовный учитель. ваше может быть все равно обманешься. Я же знаю. Много лет практикую и до сих пор не верю, что Кришна меня защитит. И этот смайлик нарисован такой в другую сторону. То есть она показывает, что веры нет. Зачем тогда я практикую, если в глубине сердца нет этой веры? Еще одна трагедия, видите? Еще надуманные вещи все это. Альдхарани сказала Кришне об этом на круг шатре. после разлуки 80-летней 80 лет разлуки. Она сказала Кришна у меня к тебе нет ни капли любви. Если бы я имела хоть каплю любви, я бы одержала бы все это время. Господь читал его в этом же настроении. Предная так и будет сокрушаться всю жизнь, потому что это линия нашей самбрадая настроения. Я так и не достиг Кришны. Где же Кришна? Где же Кришна? Где-то Кришна, где-то Кришна. У меня нет ни любви, ни веры, но где же Кришна? Когда же я увижу тебя? Когда же увижу тебя? Это настроение нашего с вами. Настроение Господа читания. Будем плакать всю жизнь похоже по Кришне. Но это экстаз. Это форма духовного блаженства. Это любовь разлуки. Это высочайшая раса. Помогите расставить приоритеты. Если есть возможность утром посетить лекцию по всем бхагаватам, либо почитать индивидуально один час книги Шал-Парупады, что выбрать? Здесь идите на лекции, используйте фестиваль для общения максимального. Здесь читайте книги только когда есть время. Слушайте, 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 слушайте. Лучше всего так. Общений много, здесь со всего мира преданные. Это очень ценно. Вы сказали, что после джапы единственная реальность книги Шал-Парупады как не как же относиться как же отношения с преданными? Прокомментируйте, пожалуйста. Отношения с преданными это может быть это благоприятно для того, чтобы слушать Святое Имя и читать не про пады, чтобы быть в этой реальности вместе. Это как все энергии называются, это усиливает наши духовные контакты, усиливает. Преданные они помогают друг другу в этом быть в реальность. Меня очень вдохновляют люди, которые контролируют питание, едят только то, что подходит и не переедают. А мы часто переедаем просад на ночь, вечер или привязанных к вкусам, которые портят портят здоровье. Это влияет на духовную практику. Как научиться не срываться? Да, сложный вопрос. Однажды правопада пришел врач к нему в Калькутте и сказал, он ученикам сказал, значит, нужно диету на рис, рис не нельзя сейчас съесть, без риса все готовьте, без риса. он сказал ученикам и ушел. Ученики стали совещаться, если мы скажем, что риса не будет правопада, он будет протестовать. Он рис всегда ест. Он скажет, иди готовь. Если мы скажем, доктор сказал, нас не интересуют доктора, говорит, иди готовь, рис. Что придумал слуга? Принес просад, говорит, а где рис? Риса нет, правопада? В смысле, как нет? Так иди купи. В Калькутте нет риса. В Калькутте нет риса. Рупадок, что ты говоришь? В Калькутте нет, говорит, я объездил, все лавки, в ближайших многих кварталах. Нет риса. Он тут же позвал кого-то из индусов, что в Калькутте пропад рис. Кто сказал такую глобость? Иди за риса. Доктора сказали, нас интересуют доктора. Ну, пропад трансцендентный, это лило, это нас вдохновляет. Что касается нашего здоровья, я понимаю, иногда это трудно контролировать чувства, и, скорее всего, какое-то долгое время вы не справитесь с этим, что описываете, но здоровье, оно научит нас. контролировать чувства. Моё пожелание ученикам, конечно же, следить за своим здоровьем, стараться, питаться правильно, делать профилактику, то есть заботиться о здоровье. Это необходимость, сейчас это становится самым, острее, острее необходимость в силу нечистоты окружающей природы, пищи, отношений, стрессов, сейчас больше проблем. Гораздо больше, они усиливаются еще, увеличиваются проблемы. Поэтому сейчас нужно уделять особое внимание, даже, может быть, какую-то квалификацию ввести в этом нужно, при этом уже каким-то опытным более, потому что молодежь мало в этом что понимает. А здоровье нужно заботиться, Бхактин Атару говорит, что здоровье на первом месте очень трудно практиковаться на некричном больном теле. Для нас будет это очень трудно. Поэтому старайтесь поддерживать. Можно, я думаю, что можно избежать много несчастья. Если делать йогу, скажем, регулярно как-то дома, научиться питаться правильно, для этого, конечно, нужно посоветоваться, узнать, что надо, на момент хорошо, что плохо. Старайтесь этому следовать. сейчас, если посмотреть на аудиторию беглым взглядом, нет ни одного здорового человека. По-настоящему такой сильного здорового. Потому что здоровый человек может есть все, что хочет. И когда хочет. Какой приоритет? Читать больше кругов или идти на Киртан или Харинаму, что важнее сейчас в Дхаме. Общение, да, мы сказали. Не уединяйтесь для больших кругов. Раз уж приехали здесь со всего мира преданной, общаетесь больше. Больше общаетесь. Классы Бхагава, там здесь стоят разные лекторы по утрам. Слушайте разные ученики прабхупады. Есть снятия, есть грехастия, есть разные настроения. Слушайте все это. Воспринимайте. Это очень важный опыт. Слушали. Скорее всего в Дхаме у вас жаба будет не очень хорошая. На время фестиваля имею ввиду. Не то, что в Дхаме, а на время фестиваля, когда идет нагрузка общения большая. Тут нужно еще успеть жабу повторить. Но это нормально. Все же с кругом успеваете повторять, несомненно. Не общаетесь. Если прочитаем, кто-то прочитает? Сегодня прославили чтение книг правопады. «Его времена» в 90-е. «Его времена» в 90-е. «Его времена» в 90-е. все распространяли книги. «Его времена» «в 90-е. А сейчас насколько важно всем преданным распространять книги?» Всем при этом нужно распространять книги, это очень важно. Либо прямо, прямо на улице, либо через программы, либо через знакомых. То есть есть много разных способов. Не то, что мы должны всех выгодать на улицу сразу же, если кто-то ещё не имеет опыта. Но, пожалуйста, думайте об этом, как распространять книги Прабхупады. Все должны думать об этом. Что делать, если человек потерял энтузиазм и испытывает разочарование, несмотря на строгую садхану и отсутствие оскорблений, нельзя опираться только на свою садхану. Неминуемо будем разочаровать. Недостаточно просто садханы. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Кришна. Садханы недостаточно. Садханы недостаточно. Настоящее счастье исходит от того, когда мы чувствуем, что нами доволен Кришна, духовный учитель Ващнавы. Это счастье должно увеличиваться в процессе преданного служения. Никто не должен быть разочарован. Нас разочарует некий индивидуализм духовный, что мы полагаемся на свою садхану, на свои силы, на свое понимание шастер, на себя, на свою силу, восходящий процесс. То есть это очень трудно. И нас ждет разочарование. Это очень трудно, как лисица, и очень трудно допрыгнуть до винограда, который высоко растет, высоко находится на винограднике. И что же ее ожидает? Разочарование. Она будет пытаться это делать, но в конце концов ее ждет разочарование. Это называется садхана, восходящий процесс собственными силами. Но секрет успеха в том, что доволен Кришна, доволен Гуру, удовлетворены Ващнавы, и мы испытываем взаимное счастье. Тут не может быть место разочарования. Мне вдохновляет ваш пример, что вы одновременно творческий человек, и при этом знаток Писаний. Как мне достичь того же, не впадая в крайности? Никогда не думал об этом. Вряд ли я знаток Писаний. Вряд ли можно ко мне применить такую вещь. Я видел настоящего знатоков Писаний. Нельзя меня тут рядом поставить. Что-то мы знаем от Парупады, что-то пытаемся проповедовать. Есть какая-то милость. Это все, что есть. И также нельзя назвать меня очень творческим человеком, потому что у меня нет полного времени, чтобы быть таким творческим человеком в полном смысле слова. То есть я чуть-чуть там, чуть-чуть там. Так скажем. Ну, мне нравится то и другое. Это моя жизнь. Я люблю красоту, люблю сознание Кришны. Я думаю, что у меня есть привязанность к Парупаде. И мне бы надо гордиться этим. И также мне очень нравятся предные. Все больше и больше с годами. Если раньше выборочно нравились, сейчас без разбору. больше так. Ну, вот все, что у меня есть. Такие писания, это люди очень ученые. Что такое правильное вопрошение? Шалпрупаду Бхагавадгити в комментарии говорит, что не нужно принимать инициацию, если нет сильной жажды задавать вопросы гуру о трансценентном. Что делать, если все вопросы на таком уровне, что их можно задать старшим, преданным, но гуру вопросов почти никогда нет. Вопросы записанные. Вопросы мудрецов, Симат Бхагаватам, мудрецы на Мишарани спрашивают, Махараджи Парикши спрашивает, Аджуна спрашивает. Вопросы уже есть. В основном у нас один вопрос с вами. Как достичь совершенства? В общем, так все будет. Но и там много деталей в этих вопросах, много обстоятельств. В этих обстоятельствах мы находимся по-разному, поэтому у всех есть свой вопрос, но он касается нашего духовного развития и совершенства. Общий ответ на это таков. Просто служите Кришне. И в нужное время Кришна сам освободить нас из любой ситуации. На самом деле все вопросы о ситуациях неуместны. Это нужно просто терпеть. Гуру не такой волшебник, что раз ситуация изменилась, жизнь, все таки. И деньги появились, и здоровье. Нет, 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 есть судьба, есть высшая воля, есть гунны, есть карма, есть только законы. Эта ситуация никак не связана с нашим преданием Кришны. Душа никак не связана ни с какой материальной ситуацией. если душа привязана Кришне к святому имени Гуру, Гуру Кришна в свое время сами позаботятся об этом. Вот и все. Просто научитесь смирению и терпению. Вот и все вопросы. И когда у нас возник вопрос о Кришне и интиме вопросы, ответы придут из сердца сами. Просто читая книги Парупады мы получим интимные ответы. Просто вспоминая беседу Кришны и Арджуны из Бхагавадхи получим интимнейшие ответы. Все уже там есть. В прямой или скрытой форме все уже есть. И чистый преданный может увидеть все, всю эту глубину до конца. Но в свое время это произойдет. Мы еще связаны какими-то обстоятельствами. Что нам делать? Занять себя преданным служением. То, что возможно занять. По милости Радхарани у каждого из нас господочитания, у каждого из нас есть возможность преданного служения. У каждого есть возможность. Все, мы это используем. ждем милости погибнуть. Одна говорит, мы тут погибнем. Нет, надо стараться, работай лапами. Четырьмя. Работают лапами, бланка скользкая, они все равно падают, работают, падают, работают, все, больше не могу. Мы погибаем. Нет, нет, продолжай работать, продолжай работать. Но молоко взбивается, 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 в конце концов становится простокваша, простокваша становится маслом, и они выпрыгивают эту смешную историю. Такого не бывает, но такая история есть. Трансформация происходит при наших усилиях, происходит трансформация. Есть другая история, еще более невероятная, про воробьиху, про ту сумасшедшую воробьиху, помните? Она решила утерпать океан. Но Горуда услышал об этом и поинтересовался, а что случилось? Что с этой воробьихой? Откуда такая решимость, что уже вся вселенная говорит об этом, об этом ее сумасшествии? А океан там был неправ, на самом деле. Ему доложили Горуди, что воробьиха это мать, а он забрал ее детей, гнездо смыл просто, и она теперь от этих чувств пытается вычерпать свой океан, потому что она мать. Она проваскала океан, ты кто такой? Мошенник, ну-ка верни обратно. И займусь тем же самым сейчас, это воробьиха. Высшие силы, мы должны понять, что мы служим Кришне. И если наши ситуации не меняются, значит еще не время. Если мы ничего еще не можем изменить на этом уровне, значит еще не время, нужно продолжать черпать океан. Невозможно, но помил Си Кришны все возможно. Многие вопросы могут быть просто надуманные, придуманные проблемы. От настроения могут сейчас изойти не такие важные вопросы. Итак, последняя записка у нас. Как понять Кришну? Иногда встанешь на Мангаларате, выполняешь всю садхану, но в сердце нет удовлетворения, а иногда иногда прочитаешь или иногда просыпаешь и еле успеваешь на Гуру Пуджу, вычитав один круг и сердце полно счастья. не ходите на Мангаларате, нужно высыпаться, я думаю. Спите до просада, будете счастливы. Полно удовлетворения. Проснулся и сразу просад. Привыкайте к эскезе. Если вы здоровы, привыкайте к эскезе. Это вот сейчас так. А на самом деле, когда вы просыпаетесь на Мангаларате, вы уже счастливы. Вы уже чувствуете счастье. Привыкайте к эскезе. Просто вы еще не привыкли к эскезе. Видите, какие-то вопросы у нас. Харе Кришна. Шарапрабхупады. Кришна. Кришна. Читания Чандра Чарапрабхупки. Кришна. Субтитры сделал DimaTorzok